Аккуратненько расстегиваем ремни и выходим, спокойно, в панике, на выход. Когда мы смотрели мультик, внезапно случилась у нас авария, и стулья начали качаться. Потом автобус задымился, и мы все выбежали наружу. Паша – воспитанник детского оздоровительного лагеря «Рассонь». Он рассказывает, что, в общем-то, было не страшно. А все потому, что и качка, и дым этот были понарошку. К детворе, отдыхающей на каникулах, приехала школа дорожной безопасности. Это единственный в России тренажер, с помощью которого можно безопасно смоделировать ситуацию резкого торможения или столкновения. Каждый ребенок, явившийся на своеобразную тренировку, смог почувствовать, что происходит в салоне автобуса при ДТП. Мне запомнилось очень, когда наши сидения вот так вот шатали, как будто мы попали в аварию и дым пускали. Как будто бы автобус загорелся. На экскурсию в яркий расписной автобус детвора стремится с удовольствием. Это не то, что нудные школьные уроки. В салоне их поджидает кукольный Гоша. Именно на его плачевном примере ребята узнают, что будет, если не пристегиваться. Сегодня мы расскажем вам, для чего нужны ремни безопасности. Посмотрим маленькие мультфильмы. И потом, под конец, у нас будет небольшое такое шоу. Ну, вам понравится. Погружение в ПДД начинается с мультфильма. Азбука безопасности от смешариков рассказывает на понятном, доступном для детей этого возраста языке, о гармонии светофора, городских зебрах, мигающих и пляшущих человечках и прочих премудростях дорожных правил. Именно это и оценило подрастающее поколение. Во-первых, мне понравилось из-за того, что мы изучали правила не в теории, как мы делаем в школе, а на наглядном примере. То есть мы пристегивали ремни и изучали правила. Даже в конце нам показали, что может случиться, если их не соблюдать. Пока для малышни это большое и яркое транспортное средство. И они не особо осознают, какую опасность стоит в себе дорога. На примере этого тренажера как раз и важно рассказать, что может произойти, если махнуть рукой на общепринятые правила. Чтобы они в сложной ситуации знали, как себя вести правильно в общественном транспорте. Плюс там есть фильмы, которые показывают правильное поведение на остановке. Когда будет какое-то ЧП в автобусе, они будут знать порядок действий, что делать, чтобы не паниковать, чтобы всегда пристегивались ремнями безопасности, для чего они нужны. В принципе, для этого он и существует. В течение недели автобус-тренажер проедет со своими мультимедийными уроками по всей Ленинградской области. Он будет делать остановки в Кирижском, Тихвинском, Бакситогорском, Всеволожском и Гатчинском районах. Субтитры создавал DimaTorzok